Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги царей. И сегодня мы будем читать 25 главу этой книги. Она начинается словами «И умер Самуил, и собрались все израилетяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме». Когда умирает такой праведный человек, как Самуил, то люди ощущают некую незащищенность. Потому что, собственно говоря, мир сохраняется именно праведными людьми. Ради них он был создан, ради них он существует. И конец мира наступит тогда, когда полк святых оскудеет. То есть, когда правильных, благочестивых людей уже почти не будет на земле. Это будет период апостасии, всемирного отступления от веры, и мир подойдет к своему завершению. «И умер Самуил, и собрались все израилетяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме». «Давид встал и сошел к пустыне Фаран. Был некто в Маоне, а имение его накормили. Человек очень богатый, у него было три тысячи овец и тысяча коз. И был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того – Навал, а имя жены его – Авегея. Эта женщина была весьма умная и красивой лицом, а он человек жестокий и злой нравом, он был из рода халифа». Имя Навал может быть понято как «подлый» и «падший». Имя того человека и его характеристика, как сказано дословно, «А муж суров и делами худ». И имя его жены и ее характеристика, как сказано дословно, и «жена разумом хороша» уточняется здесь в связи с их поступками в будущем, «потому что он совершит поступок подлый, а наш поступок разумный и даже мудрый». Надо сказать, что имена иногда давались в неком пророческом озарении, и они как бы выражали суть того или иного человека. «И услышал Давид, читаем мы далее, в пустыне, что Навал стрижет, накормили овец своих». Надо сразу сказать, что Навал символизирует собою падшее человечество, а Авигея – это символ Церкви Божией, которая вымаливает еще у Христа мир для этого человечества. «И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет, накормили овец своих, и послал Давид десять отроков, и сказал Давид отрокам, «Взойдите на кормил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени, и скажите так, «Здравствуй, мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». «Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало, во все время их пребывания накормили. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе, «Итак, да найдут отроки благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы, дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». Мы видим это послание, оно исполнено смирение, помине Господи царя Давида и всю кротость его, и Давид как бы не имеет какой-то претензии к этому человеку, но просит, чтобы по справедливости, так как Давид и его люди оберегали его пастухов и его стада, чтобы и Навал поступил с ними соответствующим образом. И далее мы читаем. «И пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все эти слова и умолкли. И вскочил Навалу и отвечал слугам Давидовым и сказал, кто такой Давид и кто такой сын Иесеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих». Здесь мы видим, что молва о том, что Давид скрывается от Саула, она распространилась по всей израильской земле. «Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и вино мое и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» Конечно, он знал, что Давид – зять царя, но он знал и то, что царь почему-то гневается на Давида. «И пошли назад люди Давида своим путем и возвратились, и пришли и пересказали ему, то есть Давиду, все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим, опояжьтесь каждый мечом своим, и все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около четырехсот человек, а двести остались при обозе». Навал, как я уже сказал, символизирует собой падшее человечество. Но Господь заботится об этом человечестве, как Давид со своими людьми заботился о пастухах Навала и о его скоте. И однажды Господь предъявляет претензии этому миру и задает вопрос «А что вы можете сделать для меня?» Но мир делает вид, что он не знает благодеяний Господних. Мир замыкается сам на себя, как вещь сама в себе и ради самой себя. Давид – это символ Христа, как мы помним. Давид был помазанник, Христос был помазанник, тем более, что родословие Христа в Евангелии от Матфея и начинается с такими словами «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова». И когда мир не возвращает Богу, Богова, тогда Христос приходит в этот мир для того, чтобы уничтожить его. Я имею в виду Второе пришествие, ибо в Первом пришествии Христос приходит не судить мир, а спасать мир, а в Своем Втором пришествии Он придет как грозный судья, чтобы установить абсолютный теократический порядок. И далее мы читаем «Авигей уже жену Навала известил один из слуг, сказав, вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина. Но он обошелся с ними грубо, а эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, быв в поле». Надо сказать, что трудно представить, что Давид и его люди, которые сами пребывали в очень стесненных обстоятельствах, они ничего не взяли у этих пастухов. Но это так, потому что так написано в Библии, так свидетельствовали сами эти пастухи. То есть, несмотря на стесненные обстоятельства, Давид и его люди не обижали, не трогали этих людей. «Они были для нас оградой днем и ночью во все время, когда мы пасли стада вблизи их». Продолжают свой рассказ пастухи, обращаясь к Авигее, жене Навала. «Итак, подумай, посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним». То есть эти пастухи понимали, что если они что-то будут говорить на валу, он накинется на них со своей яростью, а вот жена его, Авигея, женщина разумная. Тогда Авигея поспешно взяла двести хлебов и два меха с вином, и пять овец приготовленных, и пять мер сушеных зерен, и сто связок изюму, и двести связок смокв, и навьючила на ослов. И сказала слугам своим, «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами», а мужу своему навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. Когда Христос будет являться в этот мир, он будет являться в окружении ангелов, а церковь будет встречать его на воздущих, то есть в момент вознесения всех верующих они встречают Христа в пространстве воздуха. Это пространство сейчас занимают духи злобы поднебесной, но пришествие Христова и восхищение церкви в это пространство окончательно разорвет мир дьявола и его злых духов. И Давид сказал, «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит навалу, я ставлю мочащегося к стене». То есть Давид, царь, вынес как бы приговор нечестивому навалу, и ситуацию может исправить только церковь, символом которой является Авегия, жена навалов. «Когда Авегия увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала пред Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала, «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слова рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его и безумие его вместе с ним». Имя навал можно перевести так же, как и безумный. То есть это был злой человек, это был худой человек, и к тому же по-своему безумный. Авегия продолжает защитительную речь. «А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты прислал. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне добудут, как навал, враги твои и злоумышляющие против господина моего». Мы видим, что каждый аргумент очень отточен. Это действительно умная женщина. И надо сразу сказать наперед, что между Авегеей и Давидом сразу устанавливается какая-то романтическая связь. В том смысле, что они оказались симпатичными друг другу, благородный царь Давид и мудрая красавица Авегия. Но встреча Давида с Авегеей это и образ, икона встречи Христа с церковью. «И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя», продолжает говорить Авегея, «Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне добудут как навал враги твои и злоумышляющие против господина моего». Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Церковь действительно приходит ко Христу, ходатайствуя за мир, не с пустыми руками. Богатство церкви – это ее святые, это ее мученики, это ее святители, это ее угодники, которые являются самой великой ценностью церкви и которые могут вымолить целый народ у Христа Спасителя, чтобы он свой гнев переменил на милость. Авигей продолжает свою речь. «Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо воины Господа ведет господин мой. И зло не найдется в тебе во всю жизнь твою». Вот этими словами, что Давид ведет воины Господа, Авигей показывает, библейская Авигей показывает, что войны бывают и Господни, когда человек, ведя войну, восстанавливает принципы справедливости. И в Библии есть законы ведения войны, о которых мы уже однажды беседовали. «Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа, Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы прощую». Вот это выражение «Душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа, Бога твоего». А узел – это некий такой памятный знак, то есть Господь всегда помнит о тебе, Господь не забудет о тебе. «И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господину моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою и окажешь милость ей». В Библии есть еще одна большая речь, где человек заступается за других людей. Она в некотором смысле перекликается с речью о Вигеи. Это собеседование Авраама с Богом после того, как Аврааму стало известно, что Господь решил уничтожить Содом и Гоморру. И Авраам начинает бороться за Содом и Гоморру и вопрошает Бога. «А если там найдется 50 праведных, неужели уничтожишь город с этими 50? А если там найдется 45 праведных, 40 праведных и доходит до одного десятка?» Надо сказать, что праведным людям свойственно, очень терпимо относиться к падшим грешникам. И святые отцы наставляют нас, что именно из того, как мы относимся к согрешающему брату, можно понять, верующие ли мы люди, христиане ли мы настоящие, или просто такими кажемся сами себе и другим. «И сказал Давид о Вигее». Давид оценил эту речь этой мудрой женщины. «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословен ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя». Давид понял, что у Навала есть великое сокровище, это его жена. И Давид понял, если бы она не вышла бы навстречу, он бы уничтожил Навала и ее, это удивительное сокровище. И он переживает раскаяние вот в этом таком резком намерении совершить мщение. «И благословен разум твой, и благословен ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Но жив Господь, Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе». То есть на самом деле дом Навала может сохраниться только ради этой удивительной женщины, как и этот мир сохраняется еще по той причине, что в этом миру есть церковь. Церковь, по-греческой окклисия, это собрание верных. «Но жив Господь, Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешил и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы на валу мочащегося к стене. И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему и сказал ей, «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». То есть он оценил мудрость ее слов и он увидел печать благовродства, праведности и святости на ее лице. Как я уже сказал, между ними возникла такая взаимная симпатия и, забегая вперед, надо сказать, что она станет женой царя Давида. Одной из его жен. «И пришла Вигея к Навалу». Вигей, по сути дела, спасла Навалу и всех его людей. «И вот у него пир в доме его, как пир царский, мир даже не догадывается о той угрозе божественного гнева, который нависает над ним. Когда опасения усиливаются, что что-то может произойти худое, люди устраивают там праздники, торжества, чтобы отвлечь свое собственное внимание и внимание обычных людей от тех угроз, которые угрожают миру. в самый расцвет гонений в нашей стране на церковь был такой девиз «Жить стало лучше, жить стало веселее». И вот в доме Навала идет пьяный пир, как пир царский, и сердце Навала было весело от вина, очевидно, потому что сказано «Вино веселит сердце человека». «Он же был очень пьян». Вот подтверждение того, что он весел от количества выпитого спиртного. «И не сказала ему», то есть Авигия не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Здесь Авигия преподает урок всем христианским женщинам, которые имеют пьющих мужей, пьющим людям, «Мы ничего до утра не выговариваем». Только когда они утром проснутся, отрезвеют, тогда мы можем что-то им сказать, потому что разговаривать с пьяным человеком нету никакого смысла. «И не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом». Она жена своего мужа, она не должна от него ничего скрывать. «И замерло в нем сердце его, и стал он как камень». Она рассказала, что Давид уже ехал, с ним 400 воинов, все вооруженные, припоясаны мечами, и ехали, чтобы умертвить Навалу. сердце замерло в нем от страха, и стал он как камень, то есть парализация происходит, дней через десять поразил Господь Навало, и он умер». Почему Господь сразу не поразил Навало? Господь всегда долготерпит, ожидая раскаяния. Когда этого раскаяния он не видит, он забирает эту душу. То есть любой человек умирает тогда, когда он состоится окончательно или в добре, или во зле. Ведь эта земная жизнь и дана нам для того, чтобы мы определились или во зле, или в добре. «И услышал Давид, то Навал умер и сказал, благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову». Здесь мы видим, что Давид благодарит Господа за то, что, с одной стороны, Господь удержал его от мщения Навала, потому что, если бы произошло, погибла бы эта прекрасная женщина Авегия, а Господь обратил злобу Навала на его же голову. Бог наказывает людей собственными грехами. «И послал Давид сказать Авегии, что он берет ее себе в жену. И пришли слуги Давидовы к Авегии, накормил, и сказали ей так, Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Итак, вспомним, что Навал это символ падшего мира, Авегии, это символ церкви, благодаря которой мир еще сохраняется, но однажды сердце этого мира замрет от страха и остановится. она, то есть Авегия, встала и поклонилась лицом до земли и сказала, «Вот, раба твоя готова быть служанкой, чтобы омывать ноги слуг господина моего». Авегия узнала, что Давид берет ее себе в жены. Христос однажды придет за церковью своей невестой и возьмет ее себе в жены. Авегия не может поверить в эту радость. Мы можем только догадываться, как она измучилась с таким мужем, с таким жестоким, коварным, бессердечным, к тому же еще и безумным. «И собралась Авегия поспешно и села на осла, и пять служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида и сделалась его женою. И Ахиноаму из Израиля взял Давид, и обе они были его женами, Саул же отдал дочь свою Мелхолу, жену Давидову, Фалтию, сыну Лаиша, что из Галь Лима». Здесь мы видим, что у Давида уже две жены, какой-то может быть прообраз очень трудно понять, но действия Саула очень коварны. Саул берет свою дочь Мелхолу, которая была первая жена Давида, законная его жена, и отдает ее с другого человека. Наверное, таким образом он хотел обидеть Давида, оскорбить его. Теперь посмотрим то, что пишет Григорий Великий в своем пастерском правиле. «При исправлении таких людей лучше нам их избегать, когда гнев их кипит, потому что, когда они возбуждены, они не воспринимают, что им говорят». Это как бы комментарии на то обстоятельство, что Авегия не стала разговаривать с мужем, пока он был пьян. «Но когда они приходят в чувства, они с большей готовностью принимают слова, наставления, ибо стыдятся того, что с ними было». Действительно, когда человек в состоянии опьянения, он как безумный, вообще пьянство это добровольное безумие, иногда пьющий человек просыпается и со стыдом начинает расспрашивать, а что я вчера делал, а что я говорил, а не обидел ли я кого. Григорий Великий продолжает, «Ведь разум, отравленный иступлением, принимает всю сказанную правду за ложь». Вот и Авегия, заслужившая похвалы, не стала говорить Навалу о его грехе, когда он был пьян, но уместно рассказала ему о нем, когда он протрезвел, именно потому, что он не слышал о своем грехе, будучи пьяным, теперь он оказался в состоянии признать его. По мнению Григория Великого, двоислово, Папы Римского, может быть, это была как бы форма раскаяния для Навала, и он в сокрушении даже оцепенел, был парализован, а то, что он несколько дней лежал до смерти, это может быть очистительная эпитимия от Господа, чтобы душа этого человека очистилась, ибо, сказано, страдающий плотью, перестает грешить. И посмотрим, что пишет Амросий Медиаланский, это его объяснение слов, и обе они были его женою, то, что у Давида было уже две жены. Таинство в образе брачного союза Авигея обрела небесную росу благодати отца, как и истолковывается ее имя. А роса отца небесного, что есть, как ни слово Божие, наполняющее сердца всех водами веры и праведности. И прекрасно такой душе говорит Давид то, что сказано Авигее. Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя навстречу мне и благословен разум твой. И еще говорит он ей иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лице твое. Авросий Меделанский продолжает и в песне песней есть слова жениха его невесте покажи мне лицо твое дай мне услышать голос твой. Затем Давид отправил ее, потому что у нее имелся муж, которого по-еврейски звали Навал, что значит безумный, жестокий, негостеприимный, бесчеловечный, неблагодарный, подлый. Ибо не умеет выразить благодарность, такое было его имя. но позже, когда умер муж ее, пророк Давид взял ее в жены, поскольку она освободилась от закона мужа своего. То есть, когда муж умирает, жена становится свободной от мужа. Через этот союз обозначается таинство церкви из язычников, которые уверуют, «Ибо после потери мужа, с которым была соединена, она перешла ко Христу, неся преданное благочестие, смирение и веры и богатое наследство милости». Отталкиваясь от этого комментария, мы можем несколько иначе взглянуть на этот текст, который мы прочитали. Саул, который отдает Мэйл-Холлу другому, это образ дьявола, который отгоняет ветхозаветную синагогу от Христа и передает ее во власть нечестивым духам. Вторая жена Давида может тоже символизировать у веровших из числа иудеев, таких было немало, а Авегия, это символ церкви из язычников, ибо неистовство язычников поистине было неистовством безумного навала, избавившись от которого, Авегия смогла вступить в брак с Давидом Христом. Точно так же и язычники, войдя в церковь, они отреклись от прежнего безумия язычества и соединились со Христом своим Спасителем, прообразом которого и был древний царь Давид. Язычник, 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 этот так же и на древний усмех. Язычник, 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 ну,